Здравствуйте! В эфире Вестник Городской Думы и я его ведущая Татьяна Жуленева. Благовещен все-таки будет столицей области. На этой неделе законопроект о статусе областного центра успешно прошел первое чтение в областном ЗАГСобрании. Ну а еще одно судьбоносное для города событие намечено на 14 сентября. В этот день в Благовещенске изберут мэра и депутатов Городской Думы. Выборы назначили народные избранники нынешнего пятого созыва Думы на прошедшем заседании. Выборы мэра пройдут в прежнем режиме, а вот процесс избрания депутатов несколько изменится. Во-первых, избирательных округов в городе стало больше – 20 вместо 15. При этом жителям переживать не стоит. Голосовать они пойдут на те же самые участки, что и раньше. Новшество введено лишь для того, чтобы в представительный орган вошло больше депутатов-одномандатников, то есть тех, кто баллотируется самостоятельно, а не по партийному списку. А значит, лично знаком с жителями своего округа и их проблемами. Партиям также дадут шанс пройти в Думу. Им необходимо будет набрать не менее 5% голосов в сумме по двум смежно расположенным округам. Это принцип территориальных групп. Кстати, предвыборная кампания уже стартовала в Благовещенске с 21 июня. С 21 числа по 15 июля включительно идет выдвижение кандидатов-депутатов, как мэра, так и депутатов Благовещенску городскую думу. Затем происходит регистрация этих депутатов. И тогда уже в средствах массовой информации, кто зарегистрирован, можно уже проводить агитационную работу. В Благовещенске прошел первый открытый форум предпринимателей. В его рамках в гостях у нас побывали правительственные делегации городов Удалянча и Хэйхэ. Общение на уровне власти и бизнеса оказалось плодотворным. Намечены новые планы сотрудничества. Какие мероприятия ждут в ближайшем будущем сопредельные территории и какая общая история их уже связывает – об этом в следующем материале. С 2011 года в Удалянче шло строительство современного оздоровительного комплекса. В этом году оно закончилось. Пятизвёздочная гостиница готова принять до 500 туристов. На её территории работает лечебный центр. Отныне на курорте, известном своими холодными минеральными источниками, будут использовать и горячие. Мы бы ещё хотели пригласить представителей города Благовещенска на форум специалистов по минеральной воде, который состоится в городе Удалянче в конце июля. Это будет очень масштабное мероприятие. К нам приедут представители известной французской компании Виши, которая занимается производством минеральной воды и представители северокавказских минеральных вод. Этот и другие свои проекты гости презентовали на международной секции первого открытого форума предпринимателей. Вот именно такие мероприятия позволяют нам познакомиться с кем-то, узнать друг о друге побольше, в дальнейшем найти какие-то точки соприкосновения в перспективе и сотрудничать плодотворно. Плодотворно сотрудничать предполагается на территории развития Китая. Это целый промышленный район, чуть ниже по течению Амура, чем Благовещенский Хэйхэ. На 30 километрах вдоль границы сосредоточат самые разные производства – от выпуска утеплителя для домов до переработки продуктов. К совместному ведению бизнеса в особой экономической зоне приглашаются амурские предприниматели. Им даже предоставят бесплатные площади. В рамках форума стороны обсудили все нюансы будущего сотрудничества. Мы завозим много строительного материала из Китая на амурский наш рынок. Таким же образом, есть наши партнеры, которые проводят отсюда строительный материал в Китае. Но, соответственно, мы меняемся каким-то опытом. То есть, в сфере таможни, в сфере цен и рынка изучения общего. Изучать общий рынок теперь станет проще. Муниципальный центр международного сотрудничества Благовещенска презентовал электронную площадку, благодаря которой обсудить деловые вопросы можно, не пересекая границ в режиме видеоконференции с помощью профессионального переводчика. Прошедший форум дал новый импульс к развитию двусторонним отношениям, которым уже пошел второй десяток. По Братимскому соглашению между Благовещенском и Удалянчу 11 лет. Именно этот китайский город стал первым побратимом Амурской столицы. С тех пор проведены сотни совместных мероприятий. Не прекращаются обмены делегациями – детскими, ветеранскими, предпринимательскими и другими. Много раз проходили выставки-ярмарки. Начиная с 2010-го, ежегодно практикуется единая экспозиция на всех ярмарках трех стендов – о городах Благовещенск, Хэйхэ и Удалянчи. С каждым годом растет поток туристов. Включение Удалянчи в список мировых природных памятников этому только способствовало. Также в этом китайском городе захоронены советские солдаты, погибшие в 1945-м во время войны с японцами. По просьбе Владимира Кобелева власти, Удалянчи оказывают содействие в реализации проекта «Историческая память в Преамурье» на территории КНР. В рамках празднования юбилейного года отношений в 2013-м состоялся фестиваль «На стыке трех культур», в котором поучаствовали российские, китайские и даже мексиканские артисты. В 2014-м году фестиваль планируют повторить, но уже с обновленным составом участников. Мы понимаем, что развивается на уровне государства, что муниципалитеты, приграничные территории получили новый толщок развития. Вот эти все мероприятия. Взаимоотношения у нас в течение 10 лет. Есть обмены. На сегодняшний день международный центр мы открыли в городе Хэйхэ. Прошедший форум наметил новые грани сотрудничества. И воплощать грандиозные планы в жизнь стороны начали безотлагательно. На этой неделе благовещенские 11-классники попрощались со школой. Выпускной бал прошел 27 июня. Впрочем, для ученицы 14-й школы Ольги Стародубовой праздник мог бы и не состояться, если бы не помощь депутата по округу Галихана Аспанова. У девушки тяжелый диагноз – ДЦП. И идти на выпускной она не планировала. К тому же наряд, соответствующий случаю для ее семьи, был бы слишком дорогим удовольствием. Однако неожиданный подарок от народного избранника заставил ее поверить в чудо. Среди такого количества кружева, страс и кринолина Галихан Аспанов не растерялся. К выбору платья для выпускницы Ольги депутат подошел с мужской практичностью. Упор делал на качество. Тем более, что ответственность за выбор подарка для девушки на него возложила вся школа. Нормама сама постеснялась, а вот преподаватель и директор школы, конечно, обратили на это внимание. Мы переговорили, они не против, чтобы мы помогли, чтобы ребенок почувствовал тот же праздник на выпускном бале, чтобы было красивое, красивое платье. Наряд по размеру и настроению искали около получаса. В итоге депутат и мама Ольги сошлись на легком кремовом платье в пол и поспешили обрадовать выпускницу. Платье действительно пришлось Ольге по душе. Однако школьный бал для нее может омрачиться и другой проблемой. Девушка мечтает о карьере программиста. И в нашем городе один колледж принимает на такую специальность людей с ее заболеванием. Но с ним возникли сложности. Впрочем, и эту проблему депутат пообещал решить в кратчайшие сроки. Тем более, что результаты ЕГЭ позволят Ольге стать студенткой практически беспроблемно. Муниципальные награды в честь Дня молодежи накануне получили некоторые благовещенцы. Те, кто внес большой вклад в решение проблемы молодых людей в нашем городе и в развитие молодежной политики. Кто именно удостоился поощрения, знает наш корреспондент. Вот это планшет с гистологическими препаратами. То есть это кусочки ткани, вы видите, расположены на стеклах с различными видами окраски. Ткани человека. Не человека. Лабораторных животных. Мы не работаем на людях. Воздействуя на ткани крысиных почек, молодые ученые пытаются изобрести противовоспалительный препарат для людей. Под руководством Александра инновационный центр медакадемии получил гранты и реализовал не один амбициозный проект. Например, тренажер для хирургических операций. А еще студентам случается готовить экспонаты для анатомического музея. Легкие курильщика из органов животных делают они сами. Это не элемент шоковой терапии, как многие говорят, что те, кто у нас ходит в анатомический музей, вы пугаете. Я говорю, да лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, к чему может привести употребление наркотических препаратов, курение, беспорядочные половые связи. Одним только психологическим воздействием на окружающих деятельность Александра не исчерпывается. Как один из руководителей Центра «Инициативная молодежь 21 века» он смог задействовать в общественных проектах около 400 студентов. Результаты их деятельности в добровольческой, спортивной, культурной, просветительской и многих других областях успели собрать столько наград, что теперь занимают чуть ли не целую комнату. А еще при участии будущего специалиста на свет появились известные общегородские акции «Радуга здоровья и седьмой лепесток». Столь масштабные проекты просто не могли остаться незамеченными. За свое неравнодушие и активность аспирант Медакадемии удостоился муниципальной премии за вклад в реализацию молодежной политики, утвержденной решением депутатов Гурдумы. Кроме Александра ее получили еще четверо благовещенцев. По положению ежегодно премии могут быть награждены до пяти человек. Всего же в этот день обладателями различных муниципальных наград стали около 90 горожан. На сегодня это все. Благодарю вас за внимание и до встречи в следующем выпуске.